Жителям улицы Надярное впору доставать коньки. Вместо дороги здесь настоящий каток. Проезд покрыт толстой коркой льда. А еще несколько дней назад до морозов тут была река. Полтора месяца у нас стекла вода. Запись у нас есть. Налить тут была немоверная. Невозможно было ни выйти, ни подойти к калиткам, ни к гаражу. Все это затапливается. Это длится уже на протяжении многих-многих лет. Осень, весна, лето, зима. Начинается везде прорывы постоянные по всей улице. Соответственно, все скатывается вниз. И уходит это благополучно на Новосоветскую. РКС не реагирует вообще никак. Спустя длительное время, по словам жителей, аварийная служба все же приехала и решила проблему весьма незамысловатым образом. Воду просто перекрыли и теперь несколько домов остаются без водоснабжения. Совсем нет воды. Вот засуличи, засуличи в зимний период вчера таскали воду на себе. Сейчас же ни на санках, ни на чем не проезжаешь. Что за издевательство такое? Вот, носим воду. Вот вчера таскали, и вон муж слег с радикулитом. Вот, пожалуйста, нам сделали услугу. Пришли, отремонтировали, закрыли все. И теперь говорят, вызывайте, сегодня ответили, частные компании, чтобы вам наладили воду. А вот у жителей соседней улицы Новосоветской, что ниже уровнем, воды хоть отбавляй. Выбиваясь из колодца мощным ручьем, она течет к жилым домам. Пенсионеры теперь даже не могут спуститься к основной улице. А те, чьи дома стоят в низине, вероятно, скоро окажутся в ледяном плену. Ну, нижних-то затопило, там двери не открываются. А вот примерзнут люди как? Переживаем, что застынет, останемся без воды до весны. Ждем водоканал, никак нам никаких сообщений не дают, когда приедет, что сделает с нами тут. Жители поселка требуют, чтобы коммунальные службы все же обратили внимание на проблему и устранили коммунальную аварию в ближайшее время. А также приняли меры, чтобы в дома вновь было подано водоснабжение. Павел Баймаков, Олег Галочкин, СТВ